Всем привет ребята, с вами снова Хик и в этом видеоролике мы с вами рассмотрим все достижения, которые можно получить играя в GTA San Andreas. Стоит отметить, что данные достижения возможно получить только если вы обладатель консоли, будь то Xbox, PS3 или PS4. К большому сожалению ачивки не завезли на ПК-версии игры, а ведь хотели как раз таки на десятилетии игры, но что-то пошло не так, было бы очень даже здорово. При поддержке игрового проекта StageRodiplay, IP и группа проекта будут в описании под этим роликом, там же будет мой промокод, который позволит вам с 3 по 5 левел получать денежные вознаграждения. Успей, забери деньги и играй на здоровье. Приятного просмотра. Ачивментов всего 34 штуки, 11 из них считаются секретными. И первый ачивмент самый доступный. Вам всего-то нужно запустить игру и завершить начальную миссию. Это единственное, что игроку разрешено делать в начале игры. Что делает его, ну уж, самым лёгким, наверное. Ты чёрт побери не свой в доску, если не выполнишь данную ачивку. Тебе-то всего нужно набить татуировку, связанную с твоей бандой Grove Street Family, бич. Разговор окончен. Ачивка достанется тебе, если ты пройдёшь игру до самого конца. Катала. Обычно так называют крутых игроков в карты, но ты получишь эту ачивку только если выиграешь своего оппонента в пул. Законный бизнес. И у тебя есть три списка автомобилей, которые тебе нужно доставить в порт Сан-Фьерро. Иными словами, экспорт и импорт. И только тогда всё узаконится. Американская мечта. Что может быть лучше своего собственного дома в Лос-Антосе? Да ничего, так что смело бери и покупай. Тяга и железо. Спорт и ничего больше. Стань крутым качком, ушатая любого с одного удара и получи свой ачивмент. Перекраска. Раздолбай в хламину тачку друга и подчини её с помощью покраски. Легко и просто. Ачивмент у тебя в кармане. Стальной конь. Умело управляешься BMX и Energy? Тогда тебе будет очень легко пройти испытания на BMX в парке и в доках Сан-Фьерро. Пей по яйцам. Ай! Немного странное название для триатлона, но тебе придётся как следует попотеть. И оставить всех петухов позади. Найти данный забег можно на пляже Санта-Марея. Он будет разблокирован после миссии Зелёная сабля. Метросексуал. Стыбзи мамкины деньги, беги в бинка, делай крутую прическу и не забудь потратить 6969 долларов, иначе ачивку не получишь. Выпускной. Оу, сколько оваций. Добро пожаловать во взрослую жизнь. Хотел бы я тебя с этим поздравить, но увы, тебе всего лишь нужно окончить любую из школ в игре. Будь то автошкола, мотошкола и водная. Прецедивист. Ах ты маленький засранец, ну говорил же тебе, не хватает эту булочку. Упс, уже поздно, и тебя арестовали. Ну окей, держи ачивку и иди дальше. Чёртов поезд. Да-да, тем более бесит, когда ты хочешь на нём покататься, а он в этот момент уезжает. Но для выполнения тебе всего-то нужно проехать в соседний город. Разумеется, после выполнения некоторых миссий. Ужас пляжа Санта Мария. И нет, это не название какого-нибудь нового ужастика. Сиджей просто должен утонуть и забрать со дна данную ачивку. Ну ничего-ничего, в следующий раз обязательно пройдёшь. Как говорится, миссию провалил, но хоть утешительный приз дали. Ты тот, в ком нуждается наш город. Заходи в любую пляжескую машину, активируй миссию ВИДЖИЛЕНТЕ и по завершению 12 уровней получи медаль в виде ачивки. Нет ничего важнее человеческой жизни, поэтому будь добр, помоги штату и развези больных по больницам. Ух, тавтология. Заходи на огонёк. Звучит неплохо, но на самом деле котёнка из пожара никто кроме тебя не спасёт. А в благодарность от хозяйки получишь ачивку. Да-да, я говорю по-английски. Видимо тебе придётся некоторое время побыть в шкуре нелегала. И поразвозить жителей штата по разным точкам карты. И пожалуйста, ну не спрашивай ты дорогу. Оу, редкая, но меткая ачивка. Доступна только на Иксбокс. А тебе всего лишь-то нужно начать работу с утенёра. Пуп. Убить время. Чем ты в принципе сейчас и занимаешься. Так же и в игре. Тебе просто не нужно пропускать финальную заставку и ачивка выпадет. Вот это все обычные достижения, которые игрок может получить, играя просто в игру. Далее у нас идут секретные ачивменты. У-у-у-у. Что было в Лас-Вентурасе, остаётся в Лас-Вентурасе. Звучит неплохо. Ачивка выпадает, если ты завершишь миссию ей-ка-бум-бум. Сан-Фьерро. Твой второй дом, где и началась твоя обычная жизнь. После финальной миссии в Лас-Антосе откроешь данную ачивку. В дамке. Оу, а вы Лавелас. И для того, чтобы закадрить девчонку, вам нужно лишь посмотреть ей в глаза. Тогда с этой ачивкой точно проблем не будет. Хватай Денизы Робинсон, ввези её в ресторан. Будь с ней пожёстче, достигни пикового прогресса и вместе с тёлочкой будет и ачивка. Подфартило так подфартило. Скачки это же абсолютный рандом. И если на тебя ни разу не срал голубь, ачивка точно будет изичная. Поверь мне. Бан или пропал. Почти аналогично с предыдущей, только для элиты. Ведь не каждый может себе позволить отправиться в Лас-Вентурас и выиграть в казино. Верно? Под покровом ночи, когда уже все спят. Поруби на мелкие кусочки любого НПС, как чёртов ассасин. Желательно сзади, тогда и будет у него эта самая ачивка. Хоу-хоу-хоу, авторитет. Держу пари, что каждый из вас true gangster shit и для поддержки нуждается в своих кентах. Но чёрт возьми, ты должен ещё это доказать. Резня в Лос-Антосе. Ну это вообще крэйзи бит-шоу. Ты, блин, чёртов чикатило, если убил 4000 прохожих. Не, ну реально. Псих. Земля тебе пухом, братан. Разумеется, после резни, ну ты обязан быть особо опасным преступником. Ради бога, получи ачивку и постарайся больше такое не совершать. Красавчик. Возможно не в жизни, но хоть в игре тебе нужно достичь максимальной привлекательности. И только тогда ты получишь красивую ачивку. Сильная банда всегда будет контролировать больше всего территории. Вот и тебе бы следует стать захватчиком с Грувстрит. Захвати более 30 территорий. И ачивка у тебя в кармане. Платина. После того, как ты откроешь все достижения, тебе на твой аккаунт PS Network достанется платиновая ачивка в GTA San Andreas, которой ты шёл с самого начала. Это наивысшая награда за твои старания. Спасибо тебе, если ты досмотрел до этого момента. Буду очень благодарен за твой лайк и подписку, а ещё комментарий. Не знаю, может быть ты не знал о подобных ачивментах. Обязательно мне об этом напиши. Будет интересно почитать. Вдруг ты такой же, как и я. Собственно говоря. Спасибо очки. И услышимся, как всегда, в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok